Арслан Мышек Мысыр Уд Зурна Идея возникновения игры появилась после рождения моего первого ребенка, дочки Айлин. Тогда, когда уже век гаджетов развивался, она начала, когда уже играть в игрушки, мы, играя в одну из игр, обратил внимание, что нет в интернете вообще ничего связанного с крымстарским языком. А мы на тот момент как бы с ребенком разговаривали с детства на Талинде, и поэтому хотелось что-то такое воплотить. Подошел с этой идеей к Эскендеру Асанову, звукорежиссеру. Попросили мы записать голос Эльма Ситаджиевой, она была радиоведущей. Ее красивый голос озвучили вот эти три главные карточки этой игры. Энвер Исламов нарисовал тогда первые картинки. Месяца два-три назад мы с друзьями, выпускниками КИПУ, наши кафедры со студентами объединились и воплотили мою идею в жизнь. Мы постарались привести приложение к этому общему стилю, чтобы приложение соответствовало современным тенденциям со стороны UX-дизайна, и со стороны UI-дизайна, чтобы все выглядело целостно и детям нравилось. Главная цель была, чтобы игра была яркая и отзывчивая, интерфейс был максимально отзывчив, и с минимальными усилиями дети могли взаимодействовать с этой игрой и получать, как бы, отклик. Слышав идею, тут же возникло судорожное желание быстрее это все сделать, запустить, чтобы можно больше и быстрее это приложение начало приносить пользу нашему народу. Вместе со студентами мы делали несколько проектов. Это и KidPlaces с дополненной реальностью, это и Lugat или GrabBot, это и просто Lugat, это и различные социальные проекты. Мы до сих пор продолжаем работать над новыми проектами, новыми идеями, обрабатываем их. Идей на самом деле очень много. Многие идеи наши, которые мы хотим добавить в эту игру, сходятся с отзывами людей. То есть люди хотят, можно ли добавить карточки с овощами, с фруктами, возможно, с растениями, возможно, алфавит и так далее. То есть идей на самом деле очень много. КОНЕЦ